Психология в политике Этим занимаются многие, не скажу, что специально этим занимаются психиатры и психологи, но наблюдательные аналитики этим занимаются, и слава богу, кому это интересно, может соответствующее произведение поискать. Но достаточно мало исследований, которые показывают, как психологические особенности предопределяют политические воззрения. Можно называть себя как угодно, любой лейбл клеит на себя, но тип личности, если интеллект, рассудок недостаточно силён, он предопределён природно, и поэтому природными предрасположениями человек становится либералом, коммунистом или националистом, консерватором. И здесь уже ничего не сделать, если информационная среда, культурная среда предрасполагают к тому, чтобы не рассудок правил человеком, а его инстинктивные предрасположенности, то распределение между этими типами политическими уже будет происходить, независимо от того, что там человек себе примыслил, какие он использует термины, и как бы он, какие приверженности каких бы взглядов он себя не объявлял. Но меня интересует несколько другое направление, а именно это как нас сводят с ума. Ну, скажем так, человека с крепкими воззрениями, хорошим образованием и опытом интеллектуальной деятельности сбить с панталыка очень трудно. Я себя как раз к таким людям отношу, а большинство, кто не имеет такой практики самостоятельного мышления, ну, скажем, я не могу сказать, где эта грань проходит, ну, как есть просто люди, ослабленные в какой-то период или просто слабые от рождения, и их впечатлительность используется недобросовестными пропагандистами, но не только ими, а людьми такого же типа, также сильно впечатлительными и переходящими к грань нормы. Если мы знаем основные психические болезни, это шизофрения, психоз, неврастения и так далее, вот мы знаем основные вещи из психологии, и есть люди, которые больны, это очевидно, на взгляд любого человека, а пограничные состояния выявляются только специалистами, болезненность может быть циклической, так называемой циклической шизофрения, она может быть не ярко проявленной, она может проявляться в каких-то особых ситуациях, или быть слабо выраженной, человек в общем и целом способен себя обслуживать, способен к рациональному поведению, но в некоторых областях своей деятельности впадает в какой-то болезненный транс. И если я говорю, что мы просто просторично так называем шизофреник, псих, неврастенник и так далее, но есть соответствующие типы личности или типы пограничных состояний, неврастенический тип, психостенический тип и шизоидный тип. Вот шизоидный тип наиболее приемлем для того, чтобы совращать людей, сбивать их с рациональной точки зрения и пользоваться какими-то выводами, которые не имеют под собой никакой интеллектуальной основы, но под эту основу или за эту основу выдается некая имитация, которая как раз очень удачно фабрикуется шизоидными типами. И эти шизоидные типы появляются теперь в политике или в политической аналитике, они делают свои видеоканалы, они пропагандируют себя и своего зрения и якобы занимаются аналитикой, научной аналитикой, политической аналитикой, неважно, чем они занимаются, важно, что они сводят с ума других людей. Вот свой яркий шизоидный тип они используют для того, чтобы поделиться своей болезнью с другими. И здесь, кроме того, если человек в целом психически подвинут, то у него бывает мозаичное расстройство, то есть у него в шизоидный тип могут подмешиваться и другие болезненные состояния, которые типологически относятся к другим расстройствам, но основой все равно остается шизоидный тип при его склонности к теоретизированию, размышлениям, рассуждениям и одновременно при эмоциональной холодности равнодушию к тому, как это слово отзовется на других людях, равнодушие к чужому мнению, равнодушие не только к мнению, мнение – это ладно, а к альтернативному рассуждению, к критическому мышлению, к критической мысли в отношении того, что сказано этим шизоидом, этим автором, склонным к шизоидному поведению. Ну, скажем, для болезненных случаев это еще сопровождается такой беспрерывной рефлексией, беспрерывным самокопанием, и вот человек, покопавшись в себе, несколько избавляется от болезненного состояния тем, что он начинает копаться в чем-то другом. И это копание бесконечное, рефлексия бесконечна, то есть свою личность человек освобождает от болезненности, зато своим занятием выбирает вот копание в какой-нибудь проблеме или во всех проблемах вместе взятых, и здесь тоже проявляется мозаичность. То есть для того, чтобы бесконечно копаться в какой-то проблеме, бесконечно делая новые и новые выводы, нужно мозаичное восприятие мира и, соответственно, передача этого мозаичного восприятия другим. То есть человек видит осколки реальности, целостные реальности он не видит, и эти осколки собирает в произвольную мозаику по своему усмотрению. И как бы делает финальное заключение, его передает тоже ослабленному типу личности, который воспринимает вот эту игру, калейдоскопическую игру. Да, эта мозаика не постоянно, она все время превращается в что-то иное, идет постоянно перестановка этих фрагментов, и выводы, естественно, по разным совершенно поводам могут делаться из одной и той же осколочной картины. Ослабленная личность, а сейчас все психологически ослаблены, потому что основы жизни пошатнулись, вот таким ослабленным людям, которые не находят свои собственные опоры в жизни, вот предоставляется эта картинка мозаичная и конечный вывод. Мозаичная картинка, естественно, не сохраняется в голове у нормального человека, потому что этот шизофренический бред в несколько ослабленном виде, в таком интеллектуализированном якобы виде, он не похож прямо уж, не похож на болезнь. То есть, ну, когда вот, скажем, я могу ее распознать, потому что, имея большой опыт анализа текстов, высказываний на политические темы, на все остальные, я не могу сказать, потому что в этом я не специалист. А здесь я, ну, довольно быстро понимаю, что это шизоидный тип и вот это осколочное мышление переносится, естественно, не целиком. Ну, если больной человек смотрит, он своими картинками балуется, создает свой собственный калейдоскоп. А в целом нормальный человек, ну, просто ослабленный, он принимает за, там, научно-аналитический некий вывод вот этого шизоида. И с этим выводом уже начинает ходить, его начинает отставить, пропагандировать и сильно обижается, когда ему говорят, что парень, у тебя, наверное, не все дома. Вот. Но это не значит, что человек больной. А он взял вывод, болезненный вывод и с ним теперь носится. Это его осколок реальности. Его, там, кусочек мозаики, которая вот спеклась, что-то такое прочное, и с этим человек бродит. Бродит в среде общения, где вместо общения предлагает уже готовый рецепт, совершенно шизофренический. Ну и политика означает существование неких идеологий и групп приверженцев этих идеологий. И есть приверженность рациональная, рассудочная, интеллектуальная, осознанная и так далее. А есть эмоциональная, свойственная как раз психостеническому и невростеническому типу, которые близки тем, что, ну вообще, надо сказать, что грани между этими типами очень зыбкие, и классификации тоже очень зыбкие, известны соответствующие исследования, там, скажем, в европейской психиатрии и в американской психиатрии. Потом они не могли состыковать, потому что, ну как бы, понятийный аппарат не отработан. У одних невростеников казалось больше, у других психов больше. Или там шизофреников, или там каких-то истерических типов. Вот нет отработанной жестко существующей терминологии, поэтому, ну как-то, когда применяют, и когда я применяю эту терминологию, есть надежда просто на некое понимание. Вот здесь грань между двумя типами довольно зыбкая, именно по этому параметру. Кругом враги. Если, скажем, кругом враги для коммуниста это классовый враг, то есть везде классовые враги. Везде ищем классовых врагов и стремимся их сначала разоблачить, потом дискредитировать, потом уничтожить. И вот этот тип психоза существовал в сталинские времена, да и сейчас, в общем, существует. Хотя сейчас уже никого не удивишь, что скрывать свою антикоммунистическую направленность в общем-то сейчас не опасно. Не опасно, и поэтому никто особенно не скрывается, не разоблачишь. А вот желание уничтожить, да, это среди коммунистов дело вполне обычное. Желание чуть ли не смерти оппоненту, который высказывается против коммунизма, против политической системы СССР, которая была сплошь коммунистическая, и люди как-то выталкивают из сознания то, что на самом деле было. Это как бы у них СССР, это все хорошее, сталинизм, это все хорошее, все, что плохое, это все за скобки или переоценка. Переоценка в пользу, что это все хорошо. То есть убивать людей, это хорошо. Ну, потому что люди были плохие, их надо было убивать, как можно больше убиваем. А то, что убивали невинных, это не так. На пять лет посадили. Ни за что, ни за что у нас сажать на десять лет. Такой анекдот сквозь слезы сталинских времен. То есть раз посадили, значит, было за что. А ни за что, ну, все равно положено посадить, на всякий случай, вдруг будет за что, если потом как-то человек самостоятельно начнет жить и высказываться. И у либералов у них другая. Здесь групповая такая композиция кругом враги. У либералов враги все социальные структуры. У коммунистов все структуры, которые не похожи на те, которые содержатся в лозунгах. Это вот их разбитая на осколки реальность, которую они складывают в нечто позитивное, в свой калейдоскопический инструмент, который, в общем, играет одними и теми же осколками реальности, отказываясь включать сюда какие-либо другие. Поэтому все время можно построить красивую картинку советского, коммунистического, сталинского прошлого. Сплошной позитив. Ничего другого. Сплошной позитив. А если был негатив, то это враги, изменники и так далее. Это не мы. Это не мы сделали. А у либералов, в силу его крайнего эгоизма, ненависть, вот эта кругом враги, выражающаяся в неврастении, в таком слабом типе, или в психостении, в более сильном типе, превращает каждого индивида, во-первых, во врага. То есть я есть центр вселенной, я такой суперэгоист, и, в общем, мне интересны только мои интересы. А чужие интересы – это дело десятое. Каждый заботится о самих себе. И близкими могут быть близкими, но не настолько, чтобы учитывать их интересы, только те, кто также ненавидит все остальное. Всю социальность надо ненавидеть, как Смердяковщина. Я всю Россию ненавижу, я всю Россию ненавижу, как написано у Достоевского, вот слова Смердякова. Вот они также ненавидят любую социальность. Государство для них враг, несомненный враг. И оно друг только в том случае, если оно разрушает всякую социальность. Пожалуйста, путинское государство для либерала – друг, ну или там союзник временный. Вот когда это так называемое государство в кавычках разрушит все и самого себя, вот это будет исполнение функции, как у либералов это принято считать, государство должно быть ночным сторожем. Пока сигнал не подадут, что надо включиться в ситуацию, а лучше всего потом и этого запереть сторожки, и сторожку подполить вместе с этим сторожем. Любые типы социальности враждебны, социальная солидарность враждебна. Политические структуры неприемлемы, избиваются только в таком случае, политические структуры, когда их целью является разрушение. Они, добиваясь для себя удовлетворения своих эгоистических интересов, спекаются во временный консорциум, который атакует все остальные социальные институты. Прежде всего государство. Государство, право и так далее. То есть правом называется то, что перевернуто с ног на голову, и правом не является. Властью называется не то, что властью является и так далее. И это, конечно, психически ненормальные люди. Кто-то на грани, кто-то за гранью, кто-то предрасположенность какую-то в определенные периоды проявляет. Но в целом это как раз предмет психологических исследований. Я надеюсь, что найдутся такие психологи, которые фундаментальные работы на эту тему создадут. Тем более, что сейчас все нутро людей вывернуто наизнанку. Вон оно все есть в интернете. Если люди типа Путина, Медведева или Мишустина, это персоны, которые скрывают и свою точку зрения, поскольку если бы они это высказали, то народ просто был бы возмущен. Может быть, даже был бы потрясен, насколько это патологические типы. Поэтому для них предполагается сокрытие. А для всех остальных, люди, которые не находятся при власти, им особенно нечего скрывать, они изливают свою душу и все, что там есть, интеллект, душу на том уровне, которого они достигли, и все свои болячки, все вывалено вот сюда, все есть в интернете. И хочу еще из своей книги «Непрекаянные записки. Хроники неуместной эпохи». Фрагментик небольшой. Прочесть он связан как раз с этой темой. Сближение понятий возникает из компетентности в языке, изумрудно и молодость. Что общего? Зеленый. Кровь, Дунай, небо. Что общего? Голубой. Голубой цвет. Так формируется способность к далеким ассоциациям. Но нужно еще уметь делать заключение, прослеживать смысловую связь сходных кодов. Вот то, что недоступно вот этим пограничным типам, сводящим людей с ума. При одинаковых исходных образах могут быть существенные различия в их обработке. От простого осознания образа до высоких степеней абстракции. Вот к абстракциям эти люди совершенно не способны. Они делают частные выводы. И этих частных выводов очень много. Они очень разнообразны. Обобщения для них недоступны. Сходство образов и выявление идентичности объектов, например, человеческого лица, определяется сознанием не по тождественности деталей, а по вероятностному совпадению. Необычный ракурс может создавать другой код. Но обработка кода ведет к осознанию идентичности. Коды услышанного и прочитанного текста сходны. Поиск совпадений идет с привлечением дополнительной информации и не путем свободного перебора, а в рамках уже обработанных образов, разложенных по ячейкам своего рода понятийной сетки. Это тоже свойство нормальной, то есть творческой личности, когда прежде чем переходить к анализу чего-то, есть понятийная сетка, и там раскладывается фактура по определенным ячейкам. А если этого нет, если все смешано, то и нет предварительной теории, то это значит, что вы имеете в виду как раз с шизоидом. Характер связи между понятиями определяет ход мыслительного процесса, взаимодействие с текущими восприятиями. Эксперимент Одновременно звучит фраза логичная и фраза нелепая, но с одинаковым уровнем шума. В нелепой фразе слова распознаются после значительного числа повторов. Логичная фраза распознается быстрее. У шизофреников разницы нет. Эффект шарпантия Большой по размерам шар кажется более тяжелым, отсюда предварительно более сильное напряжение мышц согласно зрительному восприятию. У шизофреников такого эффекта не наблюдается. Вывод У нормального человека слова формируются в гроздья. Вероятно, стандартные шаблоны экономят мышление. Ассоциативная связь возникает сразу с появлением понятия круглый, тяжелый, зеленый, сладкий, арбуз. Должен существовать оптимальный диапазон прочности ассоциативных связей. Цель направляет ассоциирование мышления равно направленное ассоциирование. Направленное ассоциирование не фантастическое какое-то явление выявляется, выбирается. Во всем виноваты инопланетяне. Здорово к этому выводу прийти. Если я что-то не понял, то я обвиню кого, например. Во всем виноваты евреи. Вся история это оказывается воля евреев. Один такой шизоидный вывод. Другой шизоидный вывод. Это все за нами следят инопланетяне и они нам тут что-то устраивают. Или третий тип. Нас всех облучают специальными лучами. Раньше не знали как их назвать. Теперь 5G. Все мы знаем установки 5G. Нас всех сводят с ума. Вот такие примеры. Гибкость мышления это преодоление функциональной фиксированности, но она должна быть естественно в каких-то рамках. Может быть выявлена в эксперименте, демонстрирующем скорость перехода одного класса с понятия к другому. Например, при названии возможных способов применения какого-либо предмета. Гибкость позволяет не зацикливаться на какой-либо гипотезе и своевременно от нее отказаться. У взрослого человека почти каждое восприятие несет элемент суждения. Другая сторона это происходит перегрузка теории, которая приводит к эффективным открытиям. Эффект связывания теории способности непосредственного восприятия. Здесь есть определенная грань. Можно себя так заштамповать некой предзаданной теорией, что вообще какой-либо анализ будет невозможен вне рамках этой теории. То есть человек себе поставил некие рамки и в них живет не сомневаясь в том, что его теория верна раз и навсегда. То есть какие-то новые импульсы, которые жизнь посылает исключаются просто потому, что они не подходят к теории. Это тоже такая эмоциональная тупость наступает. Человек не переживает, жизнь не переживает, а обрезает ее своими когда-то сформировавшимися теоретическими рамками. другой тип сверхчувствительный, который никаких теорий не признает. Вот этот самый сегодня распространенный тип пограничного состояния, шизоидный. У него калейдоскоп и беспрерывное теоретизирование, то есть теория никогда не складывается в что-то целостное, она беспрерывно дополняется, перерабатывается, рассуждения становятся бесконечными, поэтому можно бесконечно говорить перед видеокамерой, мне честно говоря тяжело каждый раз два-три раза в неделю что-то говорить, у меня другие есть заботы, переживания по текущей работе, по написанию книг, по политической аналитике и так далее, мне особенно некогда, поэтому страдаю от этого. А эти люди не страдают, им поставь видеокамеру, они будут говорить часами, без перерыва, что-то нормальное в них остается, и поэтому они делают свои материалы с бесконечным перебиранием осколков реальности, которые они насобирали где-то, там, одного, другого человека рядом ставят, они на фотографии когда-то рядом появились, все понятно, значит, с ними это абсолютное тождество, это одно и то же, скрытая политическая сила, которая и дальше выстраиваются там совершенно фантастические комбинации, там, схемы, воздействия и так далее. Еще в 90-е годы тоже такой шизофренический тип из демократов создал систему лабиринт, поисковую систему, куда включал все суждения, ну, в основном его интересовали националисты, потому что такое задание от спецслужб, они финансировали это дело, и ребята создавали такую систему лабиринт, сейчас этот персонаж уже скончался, поэтому, ну, не буду называть его имени, фамилии, вот такая разветвленная сеть была, вот кто, что, как сказал, один раз вместе появились, значит, все ясно, это навсегда, один раз кто-то что-то там молвил, сказал, или кто-то его пересказал, все является истинным и незыблемым, все процессы остановлены, вот, любая фиксация означает вечность, да, вот такие шизофренические типы тоже бывают, ну, что ж, всем пожелаю как-то стараться сохранять психическое здоровье, критическое мышление, но не критиканство, быть твердым в одном и быть гибким в другом, проявлять творчество там, где оно необходимо, проявлять твердость во зрении там, где это обязательно. Слава Руси, Господи, спаси! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова